господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер пятьсот пятьдесят восемь события дня матфея 1230 эпиграф кто не со мною тот против меня и кто не собирает со мною тот расточает за 23 июня 2017 года тема молитва крещения вопросы на форуме игнатий тихонович здравствуйте разъясните пожалуйста как понять слова в молитве богородицы помилуй нас ну объяснить можно но это вызов не историю брошен больше тут никак нельзя понимать о священник выходит при народе слова служба идет он начинает икону целовать это у него в устав записано почему либо саврянин напугал или везде честнейший херувим славнейший без сравнения серафим непрерывно и вставили куда в молитву господню ныне отпущаешь и там и другое зачем от вопреки слова божия не добавляй не убавляй и никакие твои благочестивые намерения ничего не помогут отдельную молитву составляйте и пойте 40 раз честнейший херувим но зачем это добавлять как молитву очень наш святого отца и сына и святого духа в молитву отчина вставили слова а кто ари напугал ари противодействовать ничем не могли противодействие есть только одно знание писания и любовь любовь в богу и к слову и вас любите меня соблюдите мои заповеди а вот с этим то и трудновато а вот с этим то и загвоздка а вот с этим ты недоразумение а вот с этим то провал полный богородица и помилуй нас да где это писание есть нигде даже миллионной доли одного процента нету богородица и помилуй нас причем тут богородица как будто писания никакого нету абсолютно неверное нужно исключить этой из всех молитву это делает архиереи прямо там у юг и сделал там когда перед ним и мы иные помощи тема литву убрать надо они вопреки слова божия а значит грозят наказанием и не надо ссылаться ни на какие знаменитости вопреки слова божия притчат соломона 30 глава 5 6 стих слова божия всяко чисто и действенно но не понимает этого но хорошо не понимаешь а что это что ты не понимаешь вот открывая прямо сейчас здесь вот притча соломона пожалуйста 30 глава 5 6 стих всякое слово бога чисто еще и посещаете его это слово божие слово божие это священное писание священное нечеловеческое и она называется святой библии и далее он щит уповающим на него а если ты добавляешь это он не щит для тебя щиты другой ты создал свой ложный щит а туда вложи щит все можно носить славы моей никому не дам говорит господь не богородицы не людям не архангелом под видом почтения богородицы идет покривление ума покривление пути жизни покривление всего что встречается в нашей жизни от начала до конца матка бозе как у этих у поляков там католиков дальше 6 стих не прибавляй к словам его не прибавляй богородицу и помилуй нас не прибавляя считаешь я считаю потому что написано так но я говорю молитву я читаю утренние защит богородицы помилуй нас я ни разу не выбросил эти слова повторяю но я знаю что это неправильно неправильно но не погибель на так скажу потому что есть я столкование знаю как добавить к этому богородицу и помилуй нас то есть через рожденного богородица и сына божия христа иисуса умершего на голгофском кресте помилуй нас богородица как послужившая спасению нашему которая приняла архангела весть его горда будет по слову твоему все что касается ее но и там то еще не все так вот константин пархоменко теперь везде мы сколько раз встречая говорит жития столько понапутано столько понавставлен столько стертого а я об этом говорил уже в семидесятые годы когда издавал жития святых насчитывал в аудио там стучу не прибавляй к словам чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом что ждешь когда придет бог тебя полбу стукнет обличит как словом божьим обличит и ты не оказался лжецом и кто думает что богородицу и спаси нас как на самом деле то он погибнет и спасение никакого ему даже не не брежет почему чтобы ты не оказался лжецом чего тут непонятно то ты не оказался лжецом а участь ужасов а участь как где вот откровение 22 глава 15 х вне за градом все чародея любодея убийца и заслужители всякие любящие делающие неправду любящий и делающие неправду свидетельству и всякому слышащему слова пророчества книги сей если кто приложит что к ним на того наложит бог язва которых написано в книге сей но то скажет в книге сей но правильно на об этом что к слову божьего общения только к откровению нельзя прилагать мы считали притча соломона второзакония ну тут не ничего нельзя добавить к этому вот допустим 21 глава тут же читаем вот читаем прямо 21 глава новое небо голос божий творю все новое совершилось и дальше боязливых и неверных возьмось их скверных убийц любодеев чародеев жителей и всех лжецов участь в озере огненным участь в озере огненным и ничего нельзя к этому добавить в озере огненным и не поможет никто добавил слова божий трепещи душа ты стал не добавляй дабы не оказался лжецом тут все сказано что снова надо вернуться участь лжецов озере огненным а горящим огнем и серый смерть вторая не покаяние не принимается ничего окажется ничего то ее такого важного не сделал не убил ничего нет ну и как не убил написано читами снова возвращаемся вот не прибавляй к словам его не прибавляй не прибавляй вот оказалось было же свидетелем 1 коринф 15 16 второзакония 12 32 все что заповедую вам старайтесь исполнить не прибавляй к тому не убавляет того это еще моисей говорил 42 не прибавляйте к тому что я заповедую вам и не убавляйте от того соблюдайте заповеди господа бога вашего который я вас заповедую а начинает говорить о боге вроде о богородице а его говорит 13 7 9 надлежало ли вам ради бога ради бога говорить неправду и для него говорить ложь даже намека нет на то что богородице помилуй нас но пояснение там да зачем пояснение давать прямо говори то что там заложено надлежало ли вам быть лицеприятными к нему из-за бога так припираться надлежало ли хорошо ли будет когда он испытает вас и как правило говорят то ругатели хулители на меня нападает там но разными словами там вот сегодня заходят и не имени нету ничего а какая-то абракадабра ты козел старый там мудак и я проще но на детей ругается сидеть женщина что старый блудник нашел себе и дальше матом кроет кто часто исповедуется часто причащаются я не такой больше ничего нету сидим за столом на работе рода до работа отзывы одни только потоком льется грязь и это патриархийные все все абсолютно которые нападают ни один баптист не нападает ни католик не мусульманин никто потому самое злобное миссионерские отделы я разузнал некоторые в этом миссионерские отделы дворкинская свора кидается их называют шатохи кодла другого слова нет но как назовешь их бросать я их не трогаю но они все-таки заходят и каждый день при том до 10 отзывов в разные ролики одно и то же 1 даже материться это толком не умеют с ошибками пишут не прибавляйте к тому что я заповедую вам не убавляйте от того соблюдайте заповеди господа бога вашего которые я вам заповедую вот хорошо ли будет когда он испытает вас обманете ли вы его как обманывая человека но тут все уже сказано этот вопрос можно считать закрытым так что ответ 1 убрать эти слова из молитвы и вопрос 2 разъясните слова из псалма 149 150 хвалите его с темпаном и ликами что такое тимпан знаю а вот как понять с ликами лики лицо лик лик господин то есть разные хоры были составлены женские там мужские пели другого толкования узанары нету зигамендо вот так у меня к вам вопрос по крещению с ликами пояснили я крещена моей прабабушкой с троекратным погружением мою маму крестили в киржатской церкви а в мое время уже церквей у нас не было но мама тут ни при чем ее крестили но от бабушка прабабушка тем более какие она слова произносила когда никого нигде не было мирянину разрешается крестить и даже женщине ну я вот никогда не крестил никого я буду на краю света искать но настоящего священника киржатский это означает полное погружение тут абсолютно точно на сто процентов киржатской если киржатская с троекратным полным погружением то это повторяю и уже не надо крещение это настоящее но какие слова произнесены были а то бывает далеко было где-то в озере я не слышала все по сомнениям одни православные признают такое крещение другие как услышат что старообрядцы вообще не признают причем старообрядцы как раз тут и признавать надо погружение было если это какой-то наставник даже киржатский делал абсолютно стопроцентное крещение но без миропомазания то есть второго таинства нет надо обязательно быть миропомазанным благодать духа святого откроет двери что он мне с этим делать шестой вселенский собор 84 правило если не достоверно источника узнать кто это то непременно прими крещение непременно вот люди ранее признают домашнее крещение и вторая половина моих предков лютеране ой-ой-ой куда заехали то ведь и ранее они никто протестанты протестанты ересь их крещение признавать они сами признают его за таинство вот удивительно лютер признавал он как говорится с катушек сошел же не монах но это определено никаким епископом не был он размонашился какой епископ из него женился на монашки детей прижил и беззаконие отступник блудник прелюбодей это все к нему еретик это все к матери мартина лютеру но он перевел великое благо сделал а уж как бог посмотрит не знаю но лютеране это 1517 а слова лютеране и говорится что не было их 14 15 раньше не было никто не знал это не церковь и она не может быть церковь церковь создал господь но не лютер к сожалению современные лютеране на лютеран не похоже даже на лютеран не похоже все это гомосексуалисты садомиты венчают это все от них идет оттуда и они признают когда с ними беседуешь одним словом распоздня но и слова не знаю этого в общем к хожу туда внутри себя молюсь так как учила меня прабабушка молитва слова есть храм пойди храм пойди купи молитва слов идти все равно больше некуда спасибо мария альтах фамилии наградили мария альтах вот вам ответ пойти в храм найти священника вот который может крестить вот это все ему расскажите он должен крестить обязан крестить они будут крестить трус презренный трясется что его выгонят за что-нибудь священники то самая-самая трусливая каста забитая только деньги 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 елена морозова у меня была одна знакомая но это не она вот она пишет христос воскрес мир вам игнатий тихоныч в событиях дня номер 483 наталья чернова отметила сдвиг лучшему никиты и не согласия с моими комментариями к видео беседы колесникова с романом ну вы увидите наталья чернова она тут приехала и в наших роликах уже потерявки вы ее увидите она приехала сыном своим наталья чернова с сельёй она живет отдельно здесь по определенной причине и предоставили целиком домик новый она в нем живет на остальное все все вместе я написала комментарий конкретному видео далее видела покаяние никиты и радуясь за него я просила ваших молитв по поводу поведения никиты и вполне получила ответ впредь критиковать никого не буду богах впредь никого не будешь не знаю я например в это не верю человек привыкший к этому ему не отстать от этого просто не отстать это очень трудно и трудно даже весьма трудно и скажи я буду стремиться все время к тому чтобы вот так сделать вот интересно перед окном я сижу сейчас вот здесь интересно не каждый это видит вот тут запуталась у меня в окно увидел во воробья тут ладно еще нету не мог оторвать шторку а буду заниматься исправлением своей души и грешной жизни вот так но это большой труд такой большой что я не верю в это чтобы человек привыкший критиковать и он отстал это ну просто практически почти невозможно вот так он как раз никита в окно посмотрела с флягой идет за за водою то может быть даже будет видно где он прошел но через шторку не видно отмечу что никите спасти душу гораздо легче имея такого духовного наставника рядом чем мне находящийся в миру простите молитесь о моей душе помоги тебе господи прости с любовью к вам игнатий тихонович и общине так что елена морозова благословить тебя господь но не знаю рифка пишет рифка девушка с украины мир вам подскажите у кого есть развернутое толкование на исае 66 17 девчонка о чем спрашивает вот вообще иди его какое и дальше но спросила и спросил но она дальше добавляет у ефрема сирина и лопухина вскользь у феодорита кирского книгу исаев совсем не могу найти понимаете вот это похвально в то же время существует где-то какая-то граница есть такой рассказ к священнику 1 пришла там протеерея начинает экзистенциональная а вот это вот это встречается то то а вот это то то и как относительно кривия потом относительно экономия он послушал послушал и вдруг как закричит дура выходи замуж то есть тебе некогда будет заниматься феодорита искать исаев я никогда не искал этого 66 17 вот это услышишь когда дура выходи замуж так интересно освещение еще же он так по моему он знает больше чем мы этот священник который говорит если она пошла этим путем она не остановится пока душа не погибнет и даже вскользь ефрем сирина недостаточно лопухина недостаточно это 12 но в 3 тома собраны 12 книг лопухина феодорита кирского редко кто знает я его насчитывал на пленке на меня есть у исаи совсем не могу найти так что ограничение дайте этим поискам нету и не надо ничего там зачем тебе это это уже склонность к еврейству и рейс это душа уже начинает запутывается ноги заплетаются вот ответа вот такой я даю вам это где у нас будет 558 события дня тут по твой ответ мы свои ресурсы немного показать снова включу мой мир вот он где тут можно писать приходить мой мир mail.ru заходит некоторое уведомление какие-то 6 кто-то послал кто валера вершков надежда благодатская вот что-то житья святых понравилось вот надежда благодатская о чем тут утренней молитвы понравилось на гитаре играет загуляет тарасе один пишет играет парень отлично а другой ответ другой на него комментарии дают законченный будет бабник вот и все еще как по-разному второе которое можно сказать это наш форум большой форум вот здесь вот сегодня в личку ко мне скинули потом я им ответить должен сейчас не успеваю ну и наш видеоканал видеоканал большой большой даже очень 7168 подписчиков и 6 миллионов 637 просмотров мы что мы где-то 7400 примерно наших видеороликов это очень и очень большой здесь материал сегодня поставил только 7 вчера 10 роликов за день каждый день у нас богатый материал обо всем есть нам есть что дать но еще более богатый это материал вот по свете библии православный библейский сайт вот он все сегодня уже к нему ничего не добавляем много было и вот 55 папок вопросы ответы 4124 вот на сегодня пока на этом все во славу божию